У нас на прямой связи появилась Ирина Никитина. Ирина, приветствуем тебя. Я приветствую всех участников, приветствую всех зрителей. Очень рада, что вы нашли время для нашей конференции. Рады тебя видеть. Ирина, у нас вчера был твой мастер-класс, тоже пользовался большим успехом. Благодарим тебя за это. И ты знаешь, твоя коллега Татьяна Макарова в этом году не смогла дать мастер-класс вовремя, но она обязательно до конца года, и мы всех приглашаем. Если вы еще не проходили мастер-класс, пожалуйста, записывайтесь заранее. Уже можно оставлять заявки. Это, по крайней мере, будет как минимум интересно, как максимум продуктивно. И вот в продолжении, вот ваше совместное сотворчество с Татьяной Макаровой, с Русской школой регрессионных исследований, твой доклад мне показался в этом году весомее. То есть чувствуется, что мышцы накачаны. А что ожидает нас, как зрителей, нас, как исследователей, давай я так расскажу. Дальше, вот какие ты видишь, ну что ли, ростки, которые продолжаются в вашем совместном исследовании. Пока мы восстанавливаем связь, все-таки, да, интернет-провода дают о себе знать. Все-таки онлайн-трансляция, и все может быть и так, и эдак. Тем не менее, вчера у нас было все достаточно стабильно, она раскачалась. И сейчас мы на прямой связи были с Ириной достаточное количество времени. Но вот такой момент прямого эфира. Бывают моменты. У нас сегодня, кстати, еще прямые включения с Германией, прямые включения с Казахстаном, с Калугой, в том числе. Вот то, что сейчас мы планируем восстановить связь. Что у нас еще сегодня планируется? С Украиной попробуем восстановить контакт, скажем так. Ну и спикеры у нас ожидают еще Ганжа Юрий Хиромант, Коннов Владимир, кормолог Кернбах Сергей, исследователь. Очень интересный доклад про искусственный интеллект. Ну и еще и обращение наших спонсоров. Возможно, вы не видели еще фильм Петт Нопа, книги Карлса Кастанеда. Сможете посмотреть его через личный кабинет участников. Ну и нас еще ожидают в прямом эфире также выступления Калтыпина Александра, Сисипатрова Юлия, про метод Долоровского, Гончарова Елены, об особенностях мировой общей на будущего, Щербакова Андрея, про опыт ВТО. Вот я вижу, у нас все-таки связь восстановилась с Калугой. Калуга вроде бы недалеко, но связь иногда бывает. Итак, Ирина, если ты нас слышишь, пожалуйста, расскажи. Да, 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 я тебя вывожу в эфир, если ты нас слышишь. Так, Ирина, ты нас слышишь? Да, все отлично. Ирина, ну вот к вопросу продолжения исследований. Чего нас ожидают? Чего нас ты порадуешь? Чем мы можем? Да. Помехи связи сейчас? Несмотря на помехи связи, я все-таки поняла, как-то это интуитивно что-то хоть хотел спросить. Да, действительно, этот доклад у меня сделан по итогам совместной нашей работы с Татьяной. И эта работа будет продолжаться, и материал набирается, потому что он набирается из работ исследовательских, вот конкретно исследовательских работ, которые проводят ученики Русской школы регрессионных исследований в своих сеансах. И чем хорошо, что они проводятся по единому алгоритму, поэтому можно делать сравнение и, соответственно, выводить такие статистические данные. Иначе бы, если честно, не получилось. И поскольку вот уже так хорошо пошло, мы уже по нескольким темам сделали такие обобщения некоторые, и я думаю, что в следующем году будет еще более интересное и глубокое исследование, которое мы проведем силами Русской школы регрессионных исследований и школы Компас. Мы с ними очень плотно сотрудничаем, выходят очень хорошие, грамотные специалисты. И от нас, и от них. Поэтому следите за новостями. Я надеюсь, продолжение следует, и в том числе очно в этом году. Да, мы выбрали все-таки онлайн, и это нормально. И рады слышать в твоих исследованиях, представлять их миру, публиковать на ТВ-Экстра в рамках Центра Пробуждения. Благодарим тебя, остаемся на связи.